Переходим к следующей нашей теме. Будем говорить о соперничестве в космосе и как Россия там проигрывает. Ну что ж, российский военный спутник, символом путинского полномасштабного вторжения в Украину, буквой Z, который в ночь на 30 апреля запустили с космодрома Плесецк, не смог удержаться и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает российский космоблогер Анатолий Зак и американский астронавт Скотт Келли. Запуск спутника глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разрекламировал в соцсетях сообщением, что на корпус ракеты было нанесено изображение буквы Z, главный символ российской полномасштабной войны против Украины. Давайте послушаем. Российская ракета с буквы Z на Баку вышла из строя. Кажется, что символ Z, который представляет военные преступления и злодеяния, теперь также является синонимом эпического провала. Ну, действительно, вышло как-то очень символично. После начала полномасштабной войны Запад ввел против России санкции, которые, среди прочего, конечно, касаются и космической отрасли. Весь имидж России в космической отрасли до сих пор держится на достижениях Советского Союза. Но после распада Союза за три десятилетия Россия не сделала почти ничего такого, что могло бы, в принципе, сравниться с современными исследовательскими миссиями США, Европы и Японии. Но, несмотря на этот факт, в Роскосмосе уже заявили, что в любом случае санкции на развитие космической отрасли в Российской Федерации никак не повлияют, так как будет очередное импортозамещение, но Россия не может создавать необходимое комплектующее, чтобы покорять космос. Так что сложно представить, как она сможет справиться без Европы, США и Японии. Иначе зачем рассылать ультиматумы в страны-участники программы МКС, требуя снятия санкций, если Россия может все импортозаместить? Ну, к примеру, возьмем амбициозную такую миссию, которая называется Венера-Д, где Россия претендует, если не на сольное выступление, то 100% на главную ведущую солистскую роль. Задача — многоплановое исследование планеты Венера. В 2014 году Соединенные Штаты Америки откликнулись на призыв России присоединиться к Венере-Д, однако после того, как США вели санкции против России из-за ее нападения на Украину, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он теперь считает неуместным участие Соединенных Штатов Америки в этом проекте. Но теперь, в принципе, возникают логичные вопросы, произойдет ли этот проект вообще без участия других стран, ведь всю сложную электронику для проекта раньше поставляли европейские и американские партнеры, поскольку просто Россия их не производила, а высокотехнологичные материалы сейчас России недоступны, и, в принципе, они не знают, чем это все заменить. Вероятно, что у России в ближайшие десятилетия не будет ресурсов для того, чтобы занимать полетами на Венеру, и, в принципе, тут еще раз можно призвать задуматься о том, как агрессия России против Украины тормозит саму же Россию в ее развитии во всех отраслях. Ну и далее будем говорить о так называемой спецоперации «Космос», которая провалилась. Мы уже ранее говорили о том спутнике, который запустили символично с буквой «З», и который сгорел в атмосфере. Насколько плох этот знак, и в целом вот все эти санкции, введенные в том числе, и санкции, которые повлияют на космическую отрасль в Российской Федерации, поможет ли импортозамещение в космической отрасли? Далее давайте посмотрим в нашем сюжете. Похоже, уже приехали. Санкции поставили точку на будущем российской космонавтики. Большая часть того, чем мог гордиться Роскосмос, по состоянию на 24 февраля 2022 года, это результат международного сотрудничества. Оказалось, что без Запада, который, по версии Кремля, повинен едва ли не во всех его бедах, изучать Вселенную не получится. В тех проектах, которые они осуществили или планировали осуществлять, была большая часть именно западных партнеров, которые, кроме того, что входили в эти проекты своими отдельными космическими инструментами и даже целыми системами, они также помогали РФ своей космической микроэлектроникой, без которой космический аппарат не может работать вообще. Без евро и долларов ракеты «Союз-2» и «Рокот-М» так и остались бы советским наследием. Научные эксперименты «Марс-500» и «Сириус», проекты по схеме наука в обмен на ракету, как гамма-телескоп и интеграл, были возможны лишь благодаря сотрудничеству с тем самым Западом. Да и практически все спутники, включая военные «Глонассы» и даже ракета «Ангара», «Гордость Российской Федерации» – это проекты с использованием иностранных комплектующих и, конечно же, больших денег. Это первый ракетоноситель, который создан в Российской Федерации, когда она стала Российской Федерацией. Значит, это экологически чистый ракетоноситель на экологически чистых компонентах топлива. Это современная гибкая система управления. Это последние передовые технологии. Это совершенно новый стартовый комплекс. Первые санкции против российской аэрокосмической отрасли ввели еще в 2014 году после оккупации Крыма. Тогда на автоматической межпланетной станции «Луна-25» пришлось переделывать посадочный радар. И на это ушло три года. А космическому телескопу «Спектр Уф» Европа отказалась продать новую фотоматрицу. Есть запуск двигателя первой ступени ракетоносителя. Все же «Роскосмос» в значительной степени сумел адаптироваться к санкциям. В частности, из-за смены поставщиков. Но новое полномасштабное вторжение в Украину принесло волну новых санкций. И теперь «Роскосмос» вновь остался без поставщиков. Приостановка поставок одних только тайваньских микрочипов ударит по идее импорта независимости. А поиск новых поставщиков отнимет еще несколько лет. Казалось, можно было бы обратиться за помощью к Китаю, но... Попытка России сейчас примкнуть к Китаю неуклюжа, поскольку Китай не рассматривает Россию как полноправного партнера. Россия пыталась шантажировать Запад тем, что перейдет к широкому сотрудничеству с Китаем. Но у Китая свои планы, свои космические стратегии и политика. Они считают противником США, потому что именно Америка номер один в космосе. Поэтому Китай хочет догнать и даже перегнать их. То есть Китай не смотрит на россиян даже как на соперников. Но вряд ли «Роскосмосу» удастся еще с кем-нибудь посоревноваться. Сделать только российский продукт не получится, а достать иностранные комплектующие теперь труднее, чем было отправить Гагарина в космос. Виктория Ильчук специально для информационного марафона Freedom. Телеканал Айёй. Ну что ж, и про космические победы и поражения будем говорить вместе с нашим следующим гостем. Андрей Колесник, независимый эксперт по вопросам космической деятельности, экс-советник главы Государственного космического агентства. С нами на связи Андрей. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Доброе утро. Ну что ж, про космос российский, про вообще в целом развитие космической отрасли. Сейчас введенные вот эти все санкции, они повлияют на космическую отрасль или же нет, как говорят в руководстве Роскосмоса? Я думаю, что повлияют очень серьезно. Причем в почти равной степени как для гражданского космоса, так и для военного космоса. Поскольку вся продукция ракетно-космической промышленности, она производится на одних и тех же предприятиях, только в зависимости от того, кто заказывает. Или гражданский Роскосмос, или военные Министерства обороны. То есть, если речь идет о том, насколько упадет сейчас российский космос, можно считать тут с двух сторон. Первое. Гражданский космос фактически умер у России, кроме пилотируемой космонавтики. Эту часть еще гражданского космоса будет поддерживаться как только может. И все заявления о том, что досрочно будет покидать Международную космическую станцию, это все от лукавого. Поскольку, если Россия вдруг захочет выселить себе в ногу, то она потом уже не возродит пилотируемый космос. И фактически единственная гордость, которая сейчас осталась в России, это именно пилотируемая космонавтика, это именно пилотируемые космические корабли, это свой сегмент Международной космической станции, он уйдет тогда в небытие. А новая российская орбитальная служебная станция, про которую так много говорят, в лучшем случае будет создана и запущена не раньше 2030 года. То есть в любом случае Россия в сфере гражданского космоса будет цепляться за эту единственную фактическую соломинку, которая позволит им еще поддерживать передовые на сегодняшний день технологии именно пилотируемых пусков. С учетом того, что удалось в последние годы модернизировать именно саму ракетоноситель и пилотируемые космические аппараты, и системы стыковки, перейдя с аналоговых систем на цифровые. Что касается военного космоса, здесь у них немножечко лучшая ситуация с точки зрения финансирования, поскольку это фактически священная корова, и финансирование военного космоса не будет прекращаться ни при каких условиях от гражданского космоса. Но с учетом того, что, как уже говорил ранее, все космическое оборудование, все создаются на тех же самых предприятиях Роскосмоса, то именно культура проектирования, культура производства, она никуда не ушла. И в сегодняшний день, кроме того, что отсутствуют иностранные комплектующие, это еще один из главных бичей именно российской космонавтики. И она еще усугубляется тем, что коррупция никуда не уходит из Роскосмоса, из его предприятий ракетно-космической промышленности. И яркий пример того, как мы видим, как развивается космодром «Восточный» в Забайкале, когда он уже давно был сдан, все очереди его в эксплуатацию. Мы только видим, что идут работы над только второй очередью, а про пилотируемые пуски именно с этого космодрома можно еще, наверное, и забыть, как бы они ни мечтали об этом и ни планировали. Так вот, возвращаясь к военному космосу, конечно, инфраструктура военного космоса будет поддерживаться. Она состоит, прежде всего, из космодрома «Пресец» в Архангельской области. Это достаточно развитая инфраструктура. Она не только там имеет сам космодром, но и имеет и центр управления полетами, имеет наземную инфраструктуру по движению за космическим пространством, по космическому обстановку постоянно исследует, изучает и передает данные. А именно спутниковый сегмент, вот здесь уже есть вопросы, насколько именно предприятия Роскосмоса смогут обеспечить своевременное пополнение этой космической группировки. Здесь следует отметить разделение космической группировки на несколько сегментов. Это сегменты космической связи, сегменты наблюдения Земли с космоса, то есть фактически шпионаж. Это радиотехническая, электромагнитная составляющая, это навигационные системы. И здесь каждый сегмент имеет свои проблемы. Если говорить о проблемах навигационных системы ГЛОНАСС, то у нас это идет в том, что именно зависимость от импортной микроэлектроники фактически не дает возможность сейчас пополнить эту систему. Для того, чтобы она нормально работала, нужно 24 спутника на орбите. И сегодня фактически Роскосмос вовремя не дает необходимое количество спутников для пополнения группировки, поскольку каждый спутник имеет ограниченный срок службы. А с учетом того, что российские спутники всегда имели незначительный срок службы, то их нужно постоянно пополнять, не реже, чем, скажем, раз в три года. За счет того, что действующие спутники потихоньку выходят из-за гарантийного срока службы. И поэтому навигационная система сейчас работает на грани своей возможности. То есть она еще пока выдает нужные задачи, особенно для военной цели. И мы это, к сожалению, видим по Украине, где они все-таки благодаря этой системе наводят свои крылатые ракеты. Что касается слежения за землей, то есть в нашем, в оптическом диапазоне и в розарном диапазоне, здесь немножечко ситуация другая. Здесь пытаются все-таки выйти на те параметры, которые имеют иностранные спутники, прежде всего американские. Однако развитие этого сегмента очень далек от качества американской спутникового шпионажа, скажем так. То есть попытки сблизиться по параметрам, они не дают никакого успеха. И мы вот видели, что позавчера сошел с орбиты очередной новейший секретный спутник радарного типа, который просуществовал в космосе всего 20 дней. И он был рассчитан на то, чтобы значительно улучшить показатели пространственного распознавания объектов на Земле. Это речь идет о том, что в отличие от американских, в отличие от европейских спутников, этот спутник был запущен на высоту очень низкую, меньше 300 километров. Это высота, которая достаточно критическая, поскольку постоянно требует коррекции двигателями спутника для поддержки этой высоты. Там уже слишком сильное трение идет от остатков атмосферы. И поэтому космический аппарат, если не будет корректироваться по высоте, он быстро сойдет с орбиты, что и произошло с этим спутником. Так вот, благодаря этим низким орбитам, качество изображений можно существенно улучшить, что и планировали сделать российские военные. Но они потеряли перед этим спутник, который был запущен в сентябре прошлого года, именно в оптическом диапазоне на этой высоте. И сейчас они потеряли и радарный. То есть им приходится опять же возвращаться в той группировке, в пополнении той группировки, которая есть на обычных высотах. Это обычно 600 километров над орбитой. И они вчера запустили такой спутник. Будет ли он корректно работать, посмотрим. По крайней мере, его предыдущие версии давали такую возможность. Но опять же подчеркиваю, что разрешающая способность этих спутников очень низкая. Она соответствует в лучшем случае коммерческим спутникам, которые сейчас во всю используются в мире. Я еще хотела вас спросить о том, что Россия с надеждой поглядывает на Китай. Но Китай едва ли сможет заменить Соединенные Штаты собой. Потому что китайская космонавтика хоть и обошла по многим направлениям Роскосмос. Но все-таки там, где Китай еще отстает, в сотрудничестве России они заинтересованы, чтобы не делиться своими технологиями. И все-таки все разговоры про сотрудничество с Китаем пока остаются разговорами. Есть ли желание у самого Китая делить свои успехи с Россией? Как вы считаете, как вы вообще смотрите на перспективу такого сотрудничества? Китай всегда исходил из своих собственных интересов. Сегодня их интересы в том, чтобы в течение ближайших 20 лет перегнать Америку в космосе и стать геймоном в космосе. Для этого они делают все. Они действительно разрабатывают уникальные технологии. Они демонстрируют свои достижения реальными успехами. Это и посадка на обратную сторону Луны. И ровер на обратной стороне Луны, который до сих пор работает. Это и в экспедиции к Марсу, где был удачно посажен марсоход. И он сейчас тоже там работает. Это и планы по изучению дальнего космоса. То есть у Китая очень большие амбиции. И кроме того, уже разработаны технологии. Если еще, говорит, лет 20-30 назад, да, они были действительно заинтересованы в равноправном сотрудничестве с той же Россией. То на сегодняшний день они смотрят как на младшего партнера, который может им просто помочь, скажем так, временно в тех проектах. Которых они считают, что они должны успеть раньше американцев. Например, речь идет о создании лунной базы. Для этого они действительно подписали с Россией такое соглашение по созданию совместной лунной базы. Но снова же в тех соглашениях нет никакой детализации. А зная о тех технологиях, которые имеет на сегодняшний день Китай, и тех, которые пытаются возобновить с советских времен еще Россия, то видно, что в данном случае Россия будет не как основной партнер, а как второстепенной. Россия, конечно, не будет нравиться. Они пока рассчитывают на то, что они шантажом плотного сотрудничества с Китаем могут что-то противопоставить Америке. Но на самом деле Китай их не рассматривает равноправным партнером. Я думаю, что в России, скорее всего, это понимают. А если они пока публично это не говорят, то я думаю, что дела через 5-10 лет покажут, насколько реально Россия не может даже тягаться с Россией, с Китаем в рамках равноправного сотрудничества. Андрей, вот вы сказали очень интересную речь касательно того, что гражданский космос не может прекратить финансироваться, а вот военный 100% будет финансироваться абсолютно в любой финансовой ситуации. Вот скажите, пожалуйста, это, конечно, обобщенный вопрос, но интересует вот даже сейчас в условиях нынешней войны, какую роль российский космос отыгрывает в нынешней войне? Что именно, ну, если можно четко по пунктам, я понимаю, что там очень много пунктов, но вот коротко по пунктам, что именно России дает военный космос, разработки именно этого потенциала? Прежде всего, на авиационной системе ГЛОНАСС, она дает четкие цели и указания и помогает именно в наведении тех же крылатых ракет на критическую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине. Это первое. Второе. Спутниковая связь. Мы уже видели захваченные украинскими войсками установки, мобильные установки, которые обеспечивают спутниковой связи. Это, например, на Киевщине, Киевской области. И мы видим тот уровень технологий, который они сегодня имеют. И можем с радостью говорить о том, что они намного уступают, даже Старлинку и Лана Маска. Но, однако же, все-таки, благодаря спутниковой связи, они осуществляют координацию подразделений своих войск. Однако, это происходит координация все-таки на уровне больших соединений. То есть, это не такого, как, например, в американских войсках, осуществление спутниковой связи для конкретных и небольших подразделений. То есть, это речь идет только о спутниковой связи для руководства крупными соединениями. Третий компонент, это, конечно же, снижение из космоса тем, что происходит на Земле. В данном случае, спутники, про которые я только что говорил, это спутники оптического диапазона, радарного диапазона на разных орбитах, разных высот, которые дают на сегодняшний день разрешающую способность на уровне коммерческих спутников западных стран. И в данном случае, нам, по крайней мере, очень везет в том, что таких спутников у Российской Федерации недостаточно. Они не могут давать информацию с периодичностью, скажем, там, по несколько раз в день на одном участке, что могут делать коммерческие созвездия западных стран. И благодаря этому, в принципе, хоть они и дают понятие об общей обстановке, однако они не могут отслеживать в реальном времени ту обстановку, которую им необходимо иметь для тех или иных действий на первом театре военных действий. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за содержательный разговор. Напомню, что Андрей Колесник был с нами на прямой связи, независимый эксперт по вопросам космической деятельности экс-советника главы Государственного космического агентства. Ну и санкции на поставки в Россию микроэлектроники едва ли не более тяжелый удар, чем все экономические ограничения. Они способны отбросить страну назад в прошлое на несколько десятков лет. Микросхемы используются везде, от электротероников и стиральных машин до поездов, спутников и танков. И вот о чем говорил Андрей, гость нашего эфира, в космической отрасли в том числе. В России производится в лучшем случае по мировым нормам 10-15-летней давности. Самостоятельно выбраться из этой ямы практически невозможно, а Китай, сам испытывающий проблемы, не обязательно сможет и захочет помогать. Ну и собственно, как отметил уже эксперт, с которым мы только что общались в студии, что Китай прежде всего, конечно же, заинтересован в собственном развитии, прежде всего преследует интересы своей страны, что в принципе логично.